Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Точнее, текст, который вы задаете. Ну, в первую очередь хочется сказать, что сама ваша постановка вопроса, да, условно, что, ну, значит, преодолеть, как вы говорите, социальное тревожное расстройство уже внушает некоторые, я бы сказал, некоторые опасения, потому что, ну, если у вас, как вы говорите, стревожное расстройство, то преодолевать, преодолевать точно ничего не надо. Именно преодолевать ничего не нужно. Преодолевать нет. Что действительно нужно, так это нужно этим заниматься. Нужно этим и с этим заниматься. Вот. Это правда. Пониматься этим действительно нужно. Пониматься этим действительно нужно. А преодолевать ничего не нужно. Потому что, потому что то, что у вас есть, ну, я имею в виду, то, что вам дано, то, что вы чувствуете, это все ваше. И избавляться от этого, от этого, ну, мягко говоря, проявлять, по отношению к себе вверх негуманности. Вот. А дальше, значит, то, что вы пишете по поводу того, что боитесь тревожить людей. Я думаю, что здесь у вас в какой-то степени есть проблема самооценки. Вот. Мне так видится и кажется, что есть здесь у вас проблема самооценки. Потому что, на мой взгляд, вы, ну, считаете, что то, что вы звоните людям, да, это не важно. То есть вы обесцениваете себя и говорите, что не хочу там тревожить людей и так далее. То есть вы как будто бы сами не уверены в том, что делаете. То есть, по сути, грубо говоря, вот, если прям грубо говоря, то, по сути, вы не горите тем, чем занимаетесь, да. То есть, вот, нет такого, нет такого, что, что вы прям вдохновлены тем, что делаете вы. Вот. Вот. И, на мой взгляд, это проблема. Потому что, если вы не верите, грубо говоря, если вы не верите сами себе, да, то есть вот, ну, не цените то, чем вы занимаетесь сами. Вот. То, конечно, ну, другим людям тоже, другим людям будет довольно сложно в это также поверить. Так что, в первую очередь, здесь, наверное, вопрос, касающийся вашего интереса к жизни. И вопрос вашей самооценки, вопрос вашего отвергания, отвержения, отторжения себя, своей ценности. Вот. Страх – это защита. Защита здесь нужна для боли, которую вы себе подавляете и не переживаете эту самую боль. Не умеете с ней, с этой болью обращаться. Вот. Дальше. Ну, значит, ну, опять же, не совсем понятно, как бы в динамике, как этот процесс развивался. То есть, ну, если вы знали, например, что у вас есть такая особенность, каким образом вы выбирали работу и так далее. Вот. А, значит, дальше вы пишете, а, вот, что вы не можете себе разобрать, да? А, вот это вот не хочу. Оно связано с избеганием. Избеганием чего? Вы уйти от чего-то бежите. Вот. А, дальше. Всю жизнь могу. Так, нет, надо тормозить, проживать непонятно из-за чего. А, ну, то, что вы предполагаете у себя социально-тревожные расстройства – это немного запековый путь, потому что вы не врач. Вот. А, то, что вы обесцениваете свои пожелания, которые дают о себе знать. Вот. Это очевидно. И, соответственно, вы можете просто не отдавать себе отчет, не осознавать того, что вас на самом деле беспокоит и что вас тревожит. В чём проблема, собственно, вообще. Вот. Это важный момент. Значит, я не хочу звонить, задавать вопрос, приводит чужих людей. Вдруг они заняты, у них все премии или они болеют. Почему? Откуда это именно такие мысли? А, так, мы с ней работаем не по натуре на треводинамике. Я не думаю, что те критерии, которые вы описали, эти характеристики являются стопроцентно вашими. Потому что ни одна характеристика стопроцентно вашей не является. То есть, например, если вы пишете, что я человек размеренный. Это более чем не определенная характеристика, что в этой размеренности, что такое размеренность. Мне кажется, что вы себя не знаете. Сосредоточенность на чем-то одном не бывает такого, чтобы человек был сосредоточен на чем-то одном. Просто вы игнорируете то, что вас волнует. И все здесь и сейчас не замечаете это. Потому что вам это, ну, как-то непривычно, тревожно, болезненно. И вы, предпочитаете, думаете, так, это больше похоже на это. От общения в этом состоянии. Но, опять же, в моем восприятии усталость от общения означает, что вы не являетесь собой во взаимодействии. Во взаимодействии раз, не проживаете. И это самое взаимодействие два. От общения вообще трясет. Что это значит? Не очень понятно, нервно, что я хочу спокойствия. А вот здесь потребность защиты, как бы, уязвимость, с которой вы отчаянно боретесь. Возможно, социофобия. Это не имеет значения. Проблем действительно есть и нужно решать. Не знаю, как вы решите. Ну, психотерапия. Психотерапия. Вот. И вот вы пишите то ли уволняться, а в какую сферу. Я думаю, что это тоже в процессе помогания вам себя лучше узнать. Это тоже станет на свои места. То есть, в целом, вопрос как-то повернут в то, что вот со мной что-то не так. Это нужно исправить. Вот. И как-то решать проблему. А то, что у того, что вы чувствуете сейчас, есть постоянные в процессе отображённые основания, на которые вы не обращаете внимания. Это вы, к сожалению, не видите. Это нормально. Вот. Как бы мы здесь именно для того, чтобы помочь вам это увидеть. Но поэтому вам нужно позволить нам это сделать. Вот. Дальше. Я ещё хочу начало вашего текста прочитать. Вот. Долго не могу заставить себя позвонить по телефону незнакомым людям по рабочим вопросам. Вот. Смотрите. Боюсь. Или не хочу. Что-то боюсь это значит хочу, но что-то опасное для меня там, что-то болезненное для меня там. А не хочу это значит, ну, просто вот не моё. Вот. А дальше. Сфера проводительности журналистики. А как вы мне оказались? Зачем вы пошли тут в эту сферу? Эм. Так. Значит. А женщинами легче общаться. А чем легче женщинами общаться будет? А чем? Лёгкость. Угрозий нет? Или может быть что-то ещё. А во внуках самонадроги заставляю себя завершить звонок. Прямо через огромное не хочу. Будто приступаю через себя. А через что именно приступаю? Ну, то есть вы уже оказались в этой профессии? В этой профессии? В профессии журналистики. Вот. В итоге, если не приборы, вы очень расстраиваются. А из-за чего? То есть, ну, вот. Вы не хотите звонить. Вы не хотите звонить. И, в общем-то, вы не звоните. Допустим. Да? То есть, ну, давайте пока об этом просто поговорим, как о некой такой отдельной ситуации, отдельном эпизоде. Вот. А вы не делаете звонок, потому что вам этого не хочется делать. И вы из-за этого расстраиваете. Как видите, здесь, здесь, противоречие связано, связано, но, в первую очередь, с тем, что я чего-то не хочу, и когда я позволяю себе не делать чего я не хочу, я расстраиваюсь, то есть, себя бичую, бичую. Вот. Испытываю вину и так далее. Например. Если, если это так, то давайте вот суть будем разбирать более подробно. Дальше. Я всё-таки звонил в сердце и хочу выпрыгивать. Но вы здесь за что-то боретесь в этот момент и что-то пытаетесь отстывать. Отстывать. Что именно. Даже после череды звонков легче. Вторая страна всё тяжело выставлять с себя. Ну, погано. Важно на эту, на эту, на этот феномен посмотреть более широко. То есть, ну, более, в более глобальном смысле. Так. Я даже не понимаю, какие автоматически негативные мысли в голове тормозят меня. Ну, это нужно поисследовать. Это нужно поисследовать. Лучше расстраивать это. Прям крайне. Чем расстраивать? Ага, скверная ситуация. Не могу работать. А работать вам для чего? То есть, как бы, мне кажется, что, вот, ваше дело, лишено, лишено эм, ну, эмоционального наполнения. Но, знаете, в верности к этому, как просто к чему-то очень сложному, очень тяжёлому, это может быть и так. Для нас это действительно может быть, и может быть так. Но, в верности к этому, как к чему-то трудному, чему-то тяжёлому, чему-то неприятному, абсолютно лишённому, 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 вашего личного смысла. То есть, такое ощущение, что личностного смысла в том, что вы делаете, для вас вообще нет никакого, нет никакой ценности выбора, который вы делаете. там, условно говоря, там, даже если, там, не знаю, вы, ну, к примеру, если вы, к примеру, там, не знаю, не хотите, не хотите, не хотите этим заниматься вообще, вот. если вы, ну, допустим, допустим, если вы хотите просто заниматься чем-то другим, да, просто. то здесь отсутствует личностный смысл всё равно. То есть, ну, пришли, вы на эту работу, чтобы заработать денег. Ну, потому что, условно, деньги вам нужны, к примеру. Вот. Это нормально, абсолютно. Ну, так, вы, как бы, и это, вы этого тоже, тоже не делаете, потому что, ну, потому что, нет ощущения, что вам сколько-нибудь важно, то, что вы делаете. Вот. То есть, у вас нет мотивации. Вот. То есть, вы пришли, вы пришли на работу, вы устроились на работу, вы прошли собеседование, вот. Ну, наверное. Ну, наверное. Наверное. Будучи под влиянием какой-то мотивации своей, то есть, ну, условно говоря, хотя чего-то, желаю чего-то. Аааа, сейчас мотивация вообще нет. Понимаете? И мне кажется, что, с одной стороны, здорово, что вы говорите о том, что есть, не уходя в прошлое. Но, с другой стороны, я не могу задать вам вопрос, касаемо того, например, а вот, допустим, вот, что, например, аноним вы, там, к примеру, там, не знаю, ну, что вы чувствуете, когда боитесь, когда расстраиваетесь, когда переживаете, вот, что вы ощущаете, что вы думаете, и так далее, и так далее. Вот. За что вы боретесь, что, от чего вы бежите в контакте с человеком? Понимаете? То есть, если вы, как я думаю, изначально обесцениваете, тоже им занимаетесь, и как-то вот, ну, у вас нет, у вас нет какого-то ощущения от того, что то, что вы делаете, вот, вообще нужно, важно, полезно, и так далее. Да? Вот. То, ну, в таком случае, я не удивлён, к тому, что, вот, ну, к тому, что, что вы боитесь людей отвлекать, то есть вы, грубо говоря, не видите сам, не видите важности того, чем вы занимаетесь, вы не видите важности этого, вы не ощущаете важности этого. И, конечно, вы не можете донести это до других людей. Это нормально. Вопрос заключается в том, а что вам-то важно вообще? Вопрос. Вот. Ну, давайте, не знаю, вот, как, ну, как вариант, да, начинём с этого. Просто. Вот. Что мне важно? Что я хочу, что мне вообще интересно и так далее. Вот. Ну, давайте, вот, как-то туда вот пойдём. А там ещё, в принципе, видно будет. Вот. Лично мне, думается, примерно в таком-в таком ключе. Вот. То есть, я призываю вас не смотреть на... на, ну, на то, что с вами сейчас происходит только как на такой изолированный, болезненный или, там, не знаю, непредятный, симптом. Я хочу, чтобы вы, э, на это смотрели. Как на, что-то большее. Понимаете? Понимаете? как на проявление вас. Даже если вам может быть это будет неприятно. Боль от этого поможет поможет преодолеть психологу. Точнее не преодолеть даже это не совсем корректно сказано, не преодолеть. Более от этого поможет болью поможет психологу. Важно, чтобы вас поддерживали, что вы одна не оставались в этой боли. Вот то, что я могу вам сказать сейчас. Именно сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Это такой ответ. Я могу вам дать. На этом, наверное, все. Пожалуй, что я хотел сказать вам. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было как минимум интересно. Надеюсь, что мой ответ сформирует у вас обратную связь, которая позволит вам начать психотерапию. И работу над собой. Вот. Такую вот, в целом. Работу над собой. Вот. Чтобы это, чтобы приблизить вас к более такому, может быть, более полному, более явному, явному пониманию себя. Вот. И чтобы та проблематика, которая сейчас у вас есть, вот. Вот. Чтобы, ну, в какой-то степени. Чтобы вас это не тревожило, не беспокоило, не мучило. Вот сейчас вас это тревожит, беспокоит и мучает. Вот. Для этого нужно, условно говоря, пройти на тот путь. Вот. Пройти путь. Путь изучения, исследования себя. Это будет, это не будет, на мой взгляд, просто, это не будет, на мой взгляд, как бы, безболезненным. Вот. К сожалению. Вот. На мой взгляд, это будет, э, это может быть довольно больно, это может быть довольно неприятно, это может быть довольно тяжело. Вот. Но я думаю, что вместе с психологом вы сможете это, условно говоря, пройти этот путь вы можете вместе с психологом. Вот такой ответ я могу вам дать. Давайте на этом закончим. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Я надеюсь, что вы готовы, условно говоря, инвестировать в себя ресурсы, да, то есть, ну, готовы инвестировать в себя свое время, силы и так далее. Я надеюсь, что вы готовы это сделать, вот, потому что это я бы соврал, как бы сказал, что это не важно, но это важно. То есть, вот, вы сами, вам самой нужно, мне кажется, не находиться в величии относительно того, что ваша проблема, как бы, быстро не решается, быстро не решается ваша проблема. Ваша, даже не проблема, а некое, вот, так сказать, отклонение, да, отклонение от того, что вам, ну, вот, самой хотелось бы, может быть, отклонение от того, что представляется из себя вы сам, знаете, вот это, ээээ, этот момент достаточно, ээээ, достаточно как бы, от этого оттолкивать, а не от того, что у вас, эээ, какое-то заболевание, да, какая-то болезница, и вы, там, не знаю, социофоб, эээ, ну, то есть, легче всего так сказать про человека, вот, только, ну, нужно понимать, что это, ну, это не решает проблем, от слова, от слова социофоб, вот, поэтому, я и вам говорю, что, ну, что, мне кажется, эээ, необходимо, вот, эээ, сменить вообще взгляд на, эээ, то, что с вами происходит, и смотреть на это совсем иначе, не так, как вы на это смотрите, вот, смотреть на это, эээ, ну, что, вот, не с позиции, эээ, какой-то, какой-то патологии, а с позиции того, что вам это, вот, что-то нужно вам, эээ, чего-то хочется, или наоборот, чего-то не хочется, не хочется, вот, вы пытаетесь отчаянно, эээ, как бы, ну, в этом направлении вы пытаетесь, эээ, двигаться, эээ, вот, и, как бы, стараетесь, эээ, в этом направлении, вот, себя блоки, ну, блокировать, да, вот, и, естественно, эээ, естественно, вступаете, вот, в, эээ, ну, конфликт, эээ, с собой, эээ, в конфликт, эээ, своих, эээ, там, ценностей, и так далее, вот. Мне кажется, это, в данном случае, это вполне нормально. Это, я не, я не скажу, я не скажу, что это хорошо, вот, потому что это было бы неправдно. Не скажу, что это полезно для вас, потому что это тоже было бы неправдно. Вот. Ну, я, могу, эээ, сказать, что это, как бы, то, что сейчас происходит, вам тяжело. Но, вместе со специалистом, вы можете это пройти, вместе со специалистом, вы можете, это для себя проработать, вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.